Наум Гиммельштейн, он был здесь в гетто, на нем, между прочим, тренировали собак немцы, давали ему полшубок, ну, тренировали целый собак, и потом давали ему в конце дня полку буханки хлеба, бросали уже ему за это за дело. Его, значит, дочь и сын живут в США. Так вот он рассказывал, их спасли, вот они вернули, значит, он бежал из гетто. И вот тут в пригородах, уже в окрестностях Минска, значит, видели их, ну, они типичные были, так, жидов, жиды, 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 значит, и вот фактически, ну, их преследования еле спаслись, они прибежали, и вот отряд они пришли, и тоже начали говорить, это вас подослало гестапо. Короче говоря, вы агенты, вы, значит, такое дело. И чудом, что показалось, они хотели его на месте, группа партизан, несколько там, эти, на вахт, которые были, стражевые отряды того пункта, заградительная охрана, значит, хотели его тут же расстрелять. Потом один из них говорит, надо вызвать комиссара. И вызвали комиссара отряда, и чудо, комиссар отряда до войны работал с братом его, и его знал. И это его спасло. Казалось бы, общий враг нацизм объединяет. Но даже в Беларуси, где к концу войны было более 300 тысяч партизан, евреи в смешанных отрядах не везде, но нередко чувствовали на себе антисемитизм. В других отрядах, да, было, что и гоняли, и иногда даже и расстреливали. Особенно явно это проявилось в начальный период становления партизанского движения. Но, конечно, антисемитизм был, особенно в период такой 42-43 года. Мы знаем случаи, когда узнавали, что это евреи, то находили возможным и даже уничтожали людей. Был такой отряд 25 лет Советской Беларуси. Такой отряд. Неизвестный такой партизанский отряд. И есть документ трех человек. Это были коммунисты, евреи, которые написали на имя руководителя бригады письмо, в котором они писали о ярких проявлениях антисемитизма со стороны руководителей партизанских соединений. То есть отрядов, в первую очередь, и даже комиссаров. Понимаете, антисемитизм был. Мы, конечно, не можем сегодня сейчас говорить, что это было поголовное невозможное явление. Это опять-таки все зависело от руководителя отряда. Вы знаете, я на себе не чувствовал. Я на себе не чувствовал. Я никогда не скрывал, что я еврей, и в документы, и в последующей жизни у меня во всех документах евреи. Я не чувствовал это дело. У нас было, наверное, в отряде, ну, около ста человек. Но дело в том, что в этот период, в январе 43-го года, была так называемая облава. И немцы нам не давали спокоя ни на минуту, и все время нас преследовали. И мы перемещали все время, и днем, и ночью, по лесам, уже снег был глубокий. В конце концов, когда мы уже, нас уже кончилась эта облава, и мы уже подошли к Рубежевичам в феврале, нас, по сути дела, осталась группа евреев, которые бежали и вышли из Минского или из других гетто, и бывшие военнопленные. И нас там осталось буквально человек 25 из этой сотни. Все остальные перебежали, поскольку они были местные жители. Многие ушли с них в полицию, многие немцы забрали, как говорится, и расстреляли, а многие притаились. В Варшаве, где изначально было самое большое гетто в Европе, 400 тысяч человек на площади в 10 квадратных километров, польская подпольная армия Краева евреев ни принимать, ни помогать не хотела. В гетто главным образом молодежь создала подпольные группы. Первой боевой акцией стало покушение на главу еврейской полиции. Жизнь в польской столице велась как бы в двух планах, в двух лагерях, что ли. Там по арийской стороне работали кафе, рестораны, ходили молодые паненки в модных шляпках, а там была смерть, там было разрушение, там были убийства, там был ужас и безвыходность. Безвыходность это подчеркивалось еще вот этим полным равнодушием польского населения к судьбе, в общем-то, своих сограждан. Опустев почти на две трети после депортации, гетто восстало. Повстанцы оказали карателям упорное сопротивление. Они подняли еврейский и польский флаги. Нацисты выжигали огнеметами дом за домом, пробиваясь через боевые группы молодежи. Один из карателей написал в дневнике, что на расстрелы захваченные бойцы еврейского сопротивления шли с криком «Да здравствует Польша! Да здравствует Москва!» Спавшиеся бойцы создали в лесах свой отряд имени Анилевича, боевого командира Варшавского восстания. Позже, в 1944 году, три еврейских партизанских отряда присоединились уже к польскому Варшавскому восстанию. Когда восстала еврейское гетто, Варшава, поляки не пришли на помощь евреям. А когда восстала польская молодежь, когда развернулась эта страшная, героическая, но некоторые польские историки считают и бессмысленное восстание 1944 года, в котором погиб цвет польской молодежи, евреи уже не могли оказать им помощь. Они были готовы воевать вместе с любым союзником. Главное – мстить. Польские еврейские партизаны самостоятельно воевали под Белостоком, Люблином и Краковом. В отчете польского правительства в Лондоне в изгнании в 1943 году сообщалось о шести еврейских партизанских отрядах. Украинская повстанческая армия, костяк которой составляли бывшие полицаи, ушедшие в леса, держала отдельных евреев-специалистов. В начале 1943 года, когда ОУН создала УПА, то они убрали из идеологии антисемитизм, по крайней мере в такой жесткой формулировке, как был. Но евреев уже почти не было. В Вильнюсе, в Литве, в гетто, организацию подполья создал Ицек Виттенберг. Он сумел объединить политически разных людей. Именно бывшие активисты различных партий и молодежь повсюду в гетто Европы обычно составляли костяк сопротивления. Пока Вильнюс слушал марши духовых оркестров и возлагал венки павшим нацистам, гестапо вышло на след Виттенберга и потребовало от самоуправления гетто его выдать. Виттенберг сдался сам и покончил с собой в камере. Когда погиб Виттенберг, а он был коммунистом, то партизанским движением начал руководить Аббаковнер, а он был сионистом. Это Аббаковнер уже в партизанах. Подполье направляло людей в лес, где они присоединялись к появившимся советским партизанам. И это еще одна из важных политических причин замалчивания еврейского сопротивления. В Югославии евреи-далмации в своем гетто создали единственный в стране еврейский партизанский отряд. 250 бойцов. Отряд потом влился в народно-освободительную армию маршала Тита. Еще одна неизвестная страница европейского еврейского сопротивления касается Албании. В небольшой двухтысячной еврейской общине этой страны погиб во время войны каждый десятый. Но гетто в Албании не было. Все погибшие здесь евреи были партизанами и пользовались в движении сопротивления серьезным авторитетом. В Словакии только к концу войны оставшиеся в живых евреи узнали о том, что произошло с их родными, которых депортировали в Польшу. В апреле 1944 года два наших парня ухитрились бежать из Освенцима. Они пробрались обратно в Словакию и написали отчет на 30 страницах с рисунками устройства лагеря вплоть до крематория. Мы передали это всем, даже папскому нунцу. Но никто и нигде не хотел верить в то, что произошло в лагерях уничтожения. Подпольщики купили немного оружия. 26 винтовок, пистолеты, гранаты, два русских автомата. С началом антифашистского восстания летом 1944 года Александр Бахнар вывел до 300 человек евреев-партизаны. В составе бригады они воевали и с немцами, и с русскими власовцами. Всего в словацких партизанах было до 1400 евреев. В еврейском-словацком отряде Бахнара была и единственная на всю Европу отдельная, так называемая, кошерная рота, состоявшая из верующих партизан-ортодоксов. Два еврейских партизанских отряда были в Греции, в Фейсалии и в Салониках, втором по величине городе страны. В Салонике был тогда почти полностью еврейский. 80 тысяч евреев и 120 тысяч жителей города. Евреи этот город когда-то и построили. В 43-м году оккупанты депортировали большинство евреев-салоник в Освенцин. Им, как и везде в Европе, тоже говорили, что просто переселяют в Польшу. Причем 15 тысяч сразу направили в газовые камеры. 300 евреев, бывших офицеров греческой армии, подняли бунт, но все они были уничтожены. В Польше бежавшие из гетто редко попадали в армию Краева, к национальным партизанам. Их обычно принимали в отряды коммунистической гвардии Людовой. В формировании отряда в гвардии Людовой до трети ее бойцов составляли евреи. Но в Литве и Беларуси польские партизаны из армии Краевой с еврейскими не ладили. Доходило до боевых столкновений. Были. Были. И вот мы каждый год ездим на могилу партизанскую. Нашего отряда там 11 человек. Их убили польские легионы эти. Тоже были, тоже партизаны считались они. А то убили. В Украине польские партизаны были заняты войной с партизанами украинской повстанческой армии. Небольшие еврейские отряды, такие как Софиевка и Колки, в западной части страны влились в соединение Ковпака, создавшего и отдельную еврейскую роту. Ковпак вообще, по-моему, единственный партизан за всю историю войны, который осуществил специально штурм одного еврейского гетто, еще не уничтоженного, в июне, насколько я помню, 43-го года. Хотя, в принципе, в боевые задачи ему это не входило. В рядах украинских соединений партизан Ковпака, Федорова и Сабурова было до 3000 евреев, многие из которых до этого боролись в национальных группах сопротивления. В Литве к концу войны было до 700 еврейских партизан, каждый десятый. В Беларуси их было около 30 тысяч. В Западной и Центральной Европе еврейские группы сопротивления, объединенные в единую организацию, были только во Франции. Они провели до 2000 боевых операций. Евреев иногда негромко упрекают в пассивности перед нацистами, забывая или не зная, в каких условиях и в каком окружении они находились. Как бараны, не как бараны, а что надо было делать?